Должен сказать что моя семья в которой я рос не была адвентистской семьей. С адвентистским учением я познакомился несколько десятилетий тому назад. Мои родители, которых уже сейчас нет в живых, сказали мне тогда, что адвентисты промыли мои мозги для того, чтобы меня втянуть в свою организацию. Мои родители были очень сильно обеспокоены тем, что я изучаю адвентистское учение. Может некоторые из вас уже слышали эту историю о том, как я принял адвентистскую истину. Я вспомнил сейчас эту историю, когда пришел сюда к вам. Это были 1970-е годы. В то время южнокорейский проповедник, которого звали Сон Мён Мун. Некоторые из вас тогда еще не родились. Мои близкие были настолько обеспокоены тем, что я начал изучать адвентистское учение, что заставили меня пойти к одному проповеднику, который по их планам должен был меня разубедить в правильности моего религиозного выбора. И как я уже сказал, в то время, в 1970-х, южнокорейский проповедник Сон Мюн Мун развил бурную деятельность в Соединенных Штатах. Я родился в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Итак, однажды вечером, моя сестра, которая до сих пор принадлежит к евангельским христианам, это то, как она сама до сих пор описывает свою религиозную принадлежность. Она считает себя евангельской христианкой. И вот я вместе со своей сестрой поехали для того, чтобы встретиться с этим человеком. Я до сих пор помню его имя. Его звали Эрик Грисхаппер. И в течение четырех часов, тем вечером, мистер Грисхаппер пытался донести до меня мысль о том, что моя связь с церковью адвентистов седьмого дня является попросту безумием. Потому как адвентисты прислушиваются к тому, что однажды написала какая-то женщина, у которой было всего лишь три класса образования. И также он сказал, что адвентисты следуют за учением одного фермера, жившего в северо-восточной части Соединенных Штатов. Этот фермер вообще не понимал пророчества Библии. К тому же апостол Павел достаточно ясно написал, что закон Божий уже прекратил свое существование. И вот в таком русле этот разговор тем вечером продолжался в течение четырех часов. Я тогда просто сидел и слушал то, что мне говорил этот человек, которому тогда было что-то около пятидесяти лет. Он в течение двадцати или тридцати лет вместе с Вальтером Мартином и с некоторыми другими людьми изучал все, что связано с адвентистским учением. И вот я сидел и просто слушал то, что он мне тогда рассказывал, периодически прерывая его речь какими-то своими комментариями. И когда наше общение подошло к концу, я обратился к нему и сказал, «Мистер Грисхаппер, вы знаете намного больше, чем знаю я». И затем я добавил, «Все, что до сих пор я изучал с адвентистами седьмого дня, я видел, что все это было основано на Библии. И я видел, что все это подтверждается в истории». Я также сказал ему тогда, «И до тех пор, пока я буду видеть, что адвентистское учение основывается на Библии и подтверждается историей, я ему тогда сказал, «Мистер Грисхаппер, вы можете встать на свою голову и изменить цвет вашего лица, так, чтобы оно стало зеленого цвета, но я не приму то, что вы пытаетесь мне здесь внушить. Я хочу основывать свою веру на Слове Божьем». И на этом точка. И не вы, и не люди подобные вам не смогут изменить мои взгляды по этим вопросам. И я также добавил, «Но если я однажды обнаружу, что адвентисты седьмого дня учат чему-то такому, что я не смогу объяснить и доказать с помощью Библии или на основании истории, вы можете говорить все, что вам угодно, но я этого не приму». И с тех пор, друзья, прошло уже довольно много времени, но я по-прежнему остаюсь на том же основании. Я по-прежнему остаюсь христианином, адвентистом седьмого дня. И у меня совершенно нет никаких планов что-то изменить в моей жизни по этому вопросу. Но хочу отметить, что иногда в посланиях апостола Павла, который обильно цитировал мне тем вечером мистер Грис Хаппер, вы, наверное, помните то, что сказал апостол Петр о том, что написал Павел в своих посланиях. В третьей главе своего второго послания в стихах пятнадцатом и шестнадцатом апостол Петр пишет, что в посланиях Павла есть нечто неудобо-вразумительное. Там есть трудно понимаемые места. Вот как Петр пишет об этом. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, когда он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают или извращают, как и прочие писания. Друзья, когда я исследовал Библию, то нашел, что во втором послании к Тимофею написано, что все писание Богодухновенно. Итак, если все писание было написано людьми под руководством Духа Святого, и мы с вами знаем, что Бог не может быть автором какого-то заблуждения или путаницы, тогда все, что написано в Библии, находится в совершенной гармонии между собой. Все очень просто, друзья. В Библии нет ничего такого, что выходило бы за рамки этой гармонии. Иногда мы смотрим на какое-то место Библии и говорим, здесь сказано так, а вот в этом месте сказано вот так. То есть, налицо явное противоречие. И поэтому я не приму то, что говорит Библия. Но, друзья, проблема не в Библии. Проблема в моем и в вашем понимании Библии. Потому как все написанное в Библии находится в полной гармонии друг с другом. Итак, помня это, мы сейчас прочтем этот стих из 10-й главы, послание к римлянам. Можно сказать, что однажды меня просто ткнули носом в это место. Знаете, люди обычно любят бросить в вас это место Библии и затем спокойно наблюдать, как вы сможете с этим справиться. В этом месте апостол Павел пишет. Конец закона – Христос. Имел ли в виду Павел, что 10 заповедей уже не действительны и не обязательны к исполнению? Имел ли в виду Павел, как многие говорят сегодня, что якобы 10 заповедей, закона Божьего, были прибиты ко Христу и упразднены на кресте? Разве об этом говорит в этом месте Павел? Друзья, думаю, нам с вами нужно понять, что именно Павел хотел сказать, когда он писал эти слова. Этот вопрос нам необходимо понять не только нашим разумом, но и пережить на своем личном опыте. Это очень и очень важный вопрос. Итак, этим утром мы с вами будем отвечать на вопрос, что же имел в виду апостол Павел, когда написал «Конец закона – Христос»? Послание к римлянам, 10 глава, стих 4. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Послание к римлянам, 10 глава, стих 4. «Был ли отменен закон? Когда мы приходим в церковь в субботу утром и в пятницу после захода солнца, разве причина, почему мы соблюдаем субботний день, состоит в том, что мы следуем каким-то нашим заблуждениям? Отметил ли Павел в каком-то месте своих посланий, что закон Божий был отменен? Давайте это посмотрим. Мог бы Павел еще как-то яснее высказать эту мысль? В послании к римлянам, 10 главе, стих 4, Павел пишет «Конец закона – Христос». Если мы возьмем только одну эту фразу и не захотим рассмотреть контекст этого выражения, то нам может показаться, что Павел на самом деле отменил закон Божий «десять заповедей». На основании только лишь этой фразы, если мы не пожелаем рассмотреть все, что Павел пишет во всем послании к римлянам и в остальных посланиях Павла, то мы придем к неправильному выводу о том, что Павел устранил закон Божий. Существуют две важные предпосылки, которые мы должны рассмотреть для понимания этого отрывка Писания. Мы должны рассмотреть все высказывания Павла по этому вопросу, а не только одну лишь эту фразу. И если мы с вами рассмотрим контекст, в котором Павел сделал это утверждение, то мы поймем, что он имел ввиду и мы уразумеем важность того, что сказал Павел в этом утверждении. Итак, давайте рассмотрим некоторые стихи из послания к римлянам по этому вопросу. Послание к римлянам 3 глава стих 20-ый. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех.» Этими словами Павел говорит, что прощение или есть еще подобное же слово «оправдание» по сути «оправдание» означает прощение. «Итак, никто не получит прощение только из-за того, что он совершает добрые дела.» Таким способом вы и не можете оправдаться перед Богом. И Павел объясняет почему. «Потому что законом познается грех.» Задача десяти заповедей определить, что является грехом. В десяти заповедях нет ничего такого, что могло бы дать нам жизнь. Там нет ничего такого, что могло бы принести нам прощение. Там ничего этого нет. Все, что делает закон, он определяет, что является грехом. Вот какова задача которую выполняет закон. Как сказано в первой главе послания Иакова, в этом месте закон Божий сравнивается с зеркалом. Например, сегодня утром, я смотрел на себя в зеркало, и я увидел, что у меня растрепаны волосы, но зеркало не может навести порядок и сделать мне прическу, чтобы я выглядел хорошо. Зеркало это не под силу. Точно так же и закон, он не может сделать меня хорошим и праведным. Все что может сделать зеркало, это показать мне где в моем внешнем виде есть проблемы. И затем я беру и расчесываю и укладываю мои волосы, так чтобы выглядеть опрятным. Но зеркало это сделать не может. Оно только указывает где в моем внешнем виде есть какие-то проблемы. То же самое мы можем сказать и о десяти заповедях. Десять заповедей не могут повлиять на меня так, чтобы я начал делать добрые дела. И они не могут дать мне прощение и жизнь. Заповеди просто показывают мне кем я являюсь. Что я являюсь грешником. Закон открывает мне что я являюсь грешником. И это то о чем Павел пишет в послании к римлянам в 3 главе стихе 20. В послании к римлянам в 3 главе 31 стихе Павел задает вопрос. И так мы уничтожаем закон верою? Если я являюсь прошлым нарушителем закона Божьего, получил прощение через веру в Иисуса Христа, и был прощен за мои нарушения Божьего закона, означает ли это что теперь закона больше нет? Разве не этот же вопрос задает здесь Павел? И так мы уничтожаем закон верою после того как мы приняли Иисуса? И Павел сам отвечает на этот вопрос. Никак. В греческом языке здесь стоит слово «меганота». Это наиболее сильное выражение на греческом языке. И это слово означает «это невозможно». Это никогда не произойдет. И так Павел пишет послание к римлянам и в этом послании. Он говорит что если мы принимаем Иисуса своим спасителем, то никогда не произойдет что бы наше принятие Иисуса отменило бы закон Божий. Все что Бог сотворил во вселенной подчинено определенным законом. Например, я посмотрел сегодня утром на небо и угадайте что я там увидел на небе с западной стороны. Что я там увидел? Нет, солнце я там не увидел, я увидел там маленький полумесяц. Почему именно луна была в этом месте? Потому что все в природе подчинено Божьим законам. И когда я посмотрел на восток сегодня утром, что я там увидел? То я увидел как восходило солнце. Все что Бог сотворил подчинено определенным Божьим законам. И разве после того как мы принимаем Иисуса своим спасителем, закон Божий аннулируется? Павел пишет. Никак. Это невозможно. Павел дальше пишет. Но закон утверждаем. И так если мы приходим к Иисусу, для того что бы получить от Него прощение, Он не только меня прощает, но еще вкладывает эти принципы закона в мое сердце. Если только я взираю на Него, потому что сам по себе исполнять закон я не могу. Это просто невозможно. Но что я могу? Я могу взирать на Иисуса. И Он утвердит Свой закон моей жизни. Именно об этом говорится в послании к евреям в 8-ой главе и в 10-ом стихе. Там записано обетование Нового Завета. Бог говорит «вложу законы Мои в мыслях их, и напишу их на сердцах их» Это то что Бог пообещал сделать в Новом Завете, друзья. Это обетование Нового Завета. Послание к римлянам 4-ая глава стих 16-ый. Здесь написано «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Если мы уберем закон, то тогда мы не будем знать что делать правильно и что неправильно. Если мы уберем закон, то я могу делать все что мне только захочется. Потому что все мои поступки будут хорошими. Если нет закона, то попробуйте мне объяснить что есть истина, а что есть – заблуждение. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Друзья, если нет закона, то тогда не существует и грех. И тогда Иисусу не было бы необходимости приходить и страдать на этой земле. Если было бы возможно отменить закон, то мы бы с вами вообще не нуждались бы в Спасителе. Нет никакой причины нас спасать в таком случае. Итак, закон и Иисус тесно связаны друг с другом. Закон указывает мне на мой грех, и как бы говорит мне, ты нуждаешься в Спасителе. То есть закон указывает мне на Христа, чтобы я мог получить прощение по вере. Именно об этом говорится в 3-й главе в 24-м стихе послания к Галатам. Не так ли? Там написано, итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Итак, закон нас не спасает, и закон нас не прощает. Закон указывает на то, что является грехом, и говорит мне о том, что я нуждаюсь в Спасителе. Вот для чего нужен закон. Послание к римлянам, 7-я глава стих 7-й. Что же скажем? Неужели от закона грех? Разве закон Божий приносит нам проблемы? Видите, Павел опять использует ту же фразу, которую он написал в Римлянам, 3-й главе, стихе 31-м. Греческое слово «меганота» «Никак! Это невозможно! Неужели от закона грех? Павел пишет «Никак! Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания. Если бы закон не говорил «не пожелай!» Итак, с помощью закона мы знаем, что является грехом. И закон открывает нашу нужду в Спасителе. Послание к римлянам, 7-я глава стих 12-й. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Римлянам, 7-я глава стих 12-й. Все эти высказывания, из послания к римлянам, особенно из послания к римлянам. Мы здесь видим шесть различных утверждений, которые пишет Павел о законе Божьем, прежде чем он говорит эту фразу «конец закона Христос». Если мы возьмем к римлянам 10-ю главу стих 4-й и скажем «Павел упразднил закон Божий», то что мы будем делать со всеми этими остальными стихами? Павел возвеличивает закон и говорит «ни при каких обстоятельствах, никогда, такое не случится, что закон Божий будет отменен» и Павел употребляет здесь сильное греческое слово «меганота». Но что в таком случае Павел имел ввиду, когда написал «конец закона Христос». Павел неоднократно повторяет мысль о том что закон указывает нам на грех и показывает нашу нужду в Спасителе. Павел подчеркивает что закон свят и заповедь свята и праведна и добра. Павел ясно говорит о том что закон не противоречит вере во Христа. И веря во Христа мы закон утверждаем. Но в таком случае о чем идет речь в послании к римлянам в 10-й главе 4-м стихе? Конец закона Христос. Были ли проблемы тогда по этому вопросу? Знаете я замечал как некоторые адвентисты седьмого дня говорят о том что в этих стихах, в этих текстах говорится о церемониальном законе и знаете это выглядит забавно. Но давайте вспомним какие проблемы были в церкви во дни Павла. Были две проблемы с которыми встретился Павел когда он проповедовал в странах Средиземноморья. Во-первых были люди которые продвигали учения о необходимости соблюдения церемониального иудейского закона. Они поощряли соблюдение иудейских праздников. Они говорили мы должны соблюдать иудейские праздники. И кстати многие сегодня учат тому же. Павел встречался с иудеями которые настаивали на необходимости Соблюдение иудейских традиций. Обрезание например. И Павел говорил таким людям что все эти иудейские традиции были уже прибиты ко кресту. Это то что Павел пишет во второй главе послания к Колоссянам. Но иногда мы как адвентисты седьмого дня рассматриваем все эти стихи включая и это место из 10 главы послания к римлянам и говорим. Все эти стихи говорят о церемониальном законе. Но нет друзья. В этих стихах говорится именно о 10 заповедях. Контекст 10 главы послания к римлянам говорит нам об этом. А сейчас давайте рассмотрим контекст этого отрывка из 10 главы послания к римлянам. Давайте посмотрим о чем сказано здесь в контексте. Павел начиная эту тему в 9 главе послания к римлянам в стихах с 30-го по 33-й. Вот что здесь написано. Что же скажем? Язычники не искавшие праведности получили праведность праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И так давайте попробуем разобрать то что здесь написано. И так язычники, которые не понимали требования 10-ти заповедей. Они следовали этим заповедям. И как же они исполняли Божий закон? Они исполняли этот закон через веру во Христа. Это понятно? Это то что Павел здесь говорит. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры, взирая на Иисуса. И принимая Его, они этим соблюдали закон Божий. Но что касается иудеев, у них был закон, но почему здесь написано о том, что они не достигли до закона праведности? Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Почему они не смогли это сделать? Потому как они не приняли и не взирали на Христа, который мог им в этом помочь. Они своими силами пытались соблюдать закон Божий. Я задам вам один вопрос. Может ли несовершенный и греховный человек, у которого его лукавое сердце, и крайне испорченное сердце. Может ли он сам соблюдать совершенный закон Божий? Сможет ли он соблюдать этот закон? Для него это просто невозможно, не так ли? Это невозможно. Но это именно то, что иудеи пытались сделать. Верно? А именно по этой причине, когда Иисус к ним пришел, они убили его. Потому как Иисус им сказал, что все ваши попытки следовать закону Божьему обречены на провал. Он сказал им, своими силами вы не сможете соблюдать Божий закон. Но они ему ответили, сможем. Мы каждую субботу посещаем церковь. Мы приносим в церковь наши деньги. Мы делаем это и мы делаем то. Иисус сказал им, вы пытаетесь соблюсти закон не тем способом. Вы пытаетесь делать невозможное. И дальше здесь написано, что они приткнулись или споткнулись о камень преткновения. А кто этот камень преткновения? Это Иисус. Как написано? Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Друзья, что Павел хотел сказать, говоря это? Он сказал, что закон Божий. Ну хорошо, давайте я задам вам вот такой вопрос. Как вы думаете, кого Библия называет праведным? О ком Библия говорит, что он праведен? Давайте расширим этот вопрос. Кто во всей вселенной назван праведным? Да, Рой, ты говоришь, что только есть один, кто назван праведным. И кто это? Бог назван праведным. Совершенно верно. Бог назван праведным Библии. И конечно же, Бог Отец, Иисус и Святой Дух. Итак, они названы в Библии праведными. А кого еще Библия называет праведным? Совершенно верно. Закон Божий. Закон Божий тоже назван праведным. Итак, вот где-то здесь есть закон Божий на высоте, и вот где-то здесь внизу находимся мы, греховные и лукавые люди. Павел пишет в послании к римлянам 7 главе в 24 стихе. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Мы с вами заключены в этом греховном и смертном теле. Вот что говорит о нас Библия. Мы заключены и находимся в этом теле. И мы не можем выйти из этой ситуации самостоятельно. Мы являемся заключенными и находимся в этом греховном теле. Итак, как же пленники греха могут достичь совершенного закона Божьего? Как они могут это сделать? Существует огромная пропасть между нами и Божьим стандартом праведности. Как мы можем преодолеть эту пропасть? Как это возможно сделать? Я приведу один пример. Когда моему сыну было только два года, он тогда уже немного научился ползать. И вот однажды я положил какую-то вещь на столике. Столик стоял так же как стоит здесь пианино. И там ползал мой сын. Он тогда был таким вот крепышом, небольшого роста. И естественно я и его любящий отец находился рядом с ним. Конечно же я любил моего маленького сынишку. И я ему тогда сказал, Джоли я хотел бы что бы ты кое что сделал для меня. Я хотел бы что бы ты снял вот эту вещь со столика. Я прошу сделай это для меня пожалуйста. И вот он подползает к этому высокому столику. Он был тогда еще совсем маленьким. И он прикладывал невероятные усилия пытаясь взять эту вещь потому как он знал что папа попросил его об этом. Но скажите даже если он приложил бы все свои силы. Смог бы ли он подняться на вот такую большую высоту? Нет. Как бы он не старался он этого сделать не смог бы. И я наблюдая за этой картиной. За тем как борется и старается мой сын. Я понимаю что я попросил своего сына сделать то что ему сделать не по силам. И так что же я буду делать? Буду ли я просто сидеть и безучастно наблюдать и посмеиваться над напрасными стараниями моего сына. Говоря. Дружище ты можешь это сделать. Поднапрягись немного и тебе удастся это сделать. Скажите разве так поступит любящий отец? Нет. Знаете что сделает любящий отец? Я подошел и я поднял моего сына удерживая его в своих руках. И затем я сказал ему а сейчас Джоэль подними эту вещь для меня. И он тут же легко смог поднять этот предмет. Он смог сделать это но только вместе с папой. Язычники смогли следовать Божьему закону праведности, потому как хотя и знали о Боге очень немного. Но это их знание привело к тому что они начали доверять Ему. И их Небесный Отец дал им силу следовать Его закону праведности. Потому как они с верой взирали на своего Отца. Но иудеям так и не удалось достигнуть этой праведности. Почему? Почему они в этом потерпели неудачу? Потому как они постоянно пытались соблюсти Божий закон своими силами. И для того чтобы чувствовать себя хорошо в своем религиозном опыте. Вот что они сделали. Они сказали. Мы знаем каков Божий стандарт. И нам известно что сказал Моисей по вопросу обрезания. Он имел ввиду обрезание сердца. Но мы будем стараться исполнять Божий закон внешне для того чтобы каждый смог это увидеть. И Бог примет наше служение. Но принял ли Бог их служение? Разве об этом говорилось в обетовании Нового Завета? Обетование Нового Завета говорит о том что Бог желает поднять своих детей и через веру дать им силу следовать Его закону. Вот друзья о чем говорится в 10-й главе и в 4-м стихе послания к римлянам. Вот о чем Павел говорит в этих стихах. Он здесь представляет два различных способа какими люди пытаются получить праведность Божью. Некоторые пытаются получить праведность поверия. Другие же пытаются получить эту праведность через свои собственные дела. Вот о чем говорится в контексте послания к римлянам 10-й главы стих 4-й. А теперь давайте кое-что посмотрим. В этих стихах ясно говорится о праведности. В 172-м стихе 118-го Псалма сказано «Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Божий закон назван праведным. А кто еще назван праведным? В 1-м послании Иоанна во 2-й главе стихи 1-й и 2-й написано «Дети Мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Видите здесь Иисус назван праведным. Приведу один пример. Во Флориде есть организация, которая призвана следить за соблюдением строительных норм в зданиях. И моя жена сдавала в аренду недвижимость. В этом строении протекала крыша, из-за этого образовалась плесень. Стены были испорчены, из-за этого люди не могли жить в этом доме. Это было просто ужасно. И представители этой организации по надзору за соблюдением строительных норм в городе Лисбург, штат Флорида, где находится это строение, они начали искать, так скажем мою жену, для того что бы ее оштрафовать. И речь не шла о каких-то маленьких суммах. Речь шла о 200-250 долларов за день. И вот мы получили одно письмо, в котором была обозначена сумма 4000 долларов. Затем пришло другое письмо, там было 12000 долларов штрафа. Затем пришло еще одно письмо с суммой 18000 долларов. То есть вы понимаете. У меня обычно нет такой привычки грызть мои ногти, но в этот момент я уже начал волноваться, и я уже начал грызть их, задавая себе вопрос, когда же это все окончится. Вы знаете какие чувства обычно возникают у людей в такие моменты? Большинство из вас не знакомы с моей женой. Нужно сказать, что моя жена, как это лучше выразить, она очень энергичная и активная женщина. Она достаточно хорошо может выражать свое мнение, и хорошо и убедительно говорить. И мы один раз попытались встретиться с представителем этой организации, которая следит за соблюдением жилищных условий. Представителем этой организации оказалась женщина, которая разговаривала с нами в довольно жесткой манере. Нужно сказать, что и моя жена тоже не спасала, и они в этой беседе пошли, что называется в лобовую атаку друг на друга. И знаете, когда госслужащий с вами разговаривает в такой вот манере, вы понимаете, что вы не сможете выбраться из этой проблемы самостоятельно. Но как я уже сказал, моя жена является очень энергичным человеком, и поэтому она продолжала сражаться. И затем перед нашей второй встречей с представителем от этой организации, мою жену посетили мысли. Я думаю, эти мысли были от Бога. Она мне сказала, знаешь, я наверно найму адвоката, чтобы он представлял мои интересы. Знаете, я услышал это, выдохнул с облегчением. Потому как я был уверен, что представители этого комитета могут победить в этом противостоянии. Но я также знал, что моя жена не уступит. И так она решила обратиться к услугам адвоката. Адвокат был чрезвычайно знающий и разумный человек. И мы пришли вместе с нашим адвокатом на встречу. Там уже сидела женщина, которая представляла этот комитет по надзору. И я тогда сидел и думал, боже, я благодарен Тебе, что мы пришли с адвокатом. Адвокат подошел к кафедре и изложил все причины. Он сказал, миссис Хьюз исполнила все ваши требования, она привела это строение в надлежащий вид, она сделала это, она также сделала вот это и вот то. И леди, которая представляла этот комитет, она в итоге согласилась со всем, о чем сказал в своем выступлении адвокат. Но по одному пункту представитель этого комитета была не согласна. Она сказала, что миссис Хьюз по этому вопросу была недостаточно честна. Я уже сидел и представлял, как моя жена сейчас встанет со своего места и ответит на все эти обвинения. Я знал, что она была уже готова броситься в бой. Но она только сказала несколько слов нашему адвокату. Адвокат ничего не ответил. Он просто повернулся и выразительно так взглянул на мою жену и этот взгляд адвоката говорил следующее. «Будьте спокойны, не волнуйтесь, позвольте мне вас защищать. Положитесь на меня.» По прошествии 20 минут представитель этого комитета по надзору сказала. Основываясь на том, что сейчас сказал адвокат, знаете, я, к сожалению, забыл имя адвоката. То, что сказал адвокат, это вполне логично. Миссис Хьюз выполнила все наши требования. Знаете, когда я следил за работой этого адвоката, мне вспомнился вот этот стих из Библии. «Мы имеем ходатая перед отцом. Иисуса Христа – праведника.» Дьявол может привести тысячи различных причин, почему мы не можем быть с вами прощены. Он может представить тысячу и одну причину, почему Бог должен стереть нас с лица земли. Но Иисус поворачивается и смотря на нас говорит. «Не волнуйтесь, я решу эту проблему. Я буду сражаться вместо вас и за вас. Просто положитесь на меня.» Благодарение Богу за то, что у нас с вами есть адвокат перед отцом, который является праведным, таким же праведным, как и его закон. Следующий текст из 23-й главы книги пророка Иеремии, стихи 5-6. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную. И воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дне его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его «Господь оправдание наше» или «Господь – наша праведность.» Это праведность, это Иисус Христос, который готов поднять своих беспомощных и слабых детей и утвердить в жизни тех, кто будет взирать на него с верой, Божий закон. Есть два, которые в Библии названы праведными. Это «десять заповедей» и «Иисус» и в конце 9-й главы послания к римлянам мы читаем о язычниках, которые в противоположность иудеям ничего не знали о десяти заповедях, но повиновались закону Божьему. В тот момент, когда приняли Христа верой. С другой стороны, иудеи знали о законе Божьем, но им так никогда и не удалось соблюсти эти заповеди, потому как они пытались исполнять совершенный закон Божий с помощью своей плотской природы. Они пытались совершить невозможное. Просто задумайтесь об этом. Евангелие это плохая или хорошая весть? Для них эта весть стала плохой вестью. Не так ли, друзья? Для них это плохая весть. Но, по большому счету, весть о том, что Бог нас поднимает на свой уровень и помогает соблюдать свой закон, это хорошая или плохая весть? Это хорошая весть. Пророк Иеремия пишет «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» Просто задумайтесь на минутку над этими вопросами. Довольно странный вопрос, не правда ли? Вы видели много барсов, которым удалось снять пятна со своей кожи? Какому количеству барсов удалось это сделать? Давайте скажем прямо, ни одному из них это сделать не удалось. А какому количеству ефиоплян удалось изменить цвет своей кожи? Ни у одного не получилось это сделать. И затем пророк Иеремия задает один вопрос. Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? И каков ответ на этот вопрос? Это невозможно! Но, возможно, вы скажете, что вопрос о том, может ли ефиоплянин изменить цвет своей кожи, это вопрос звучит как шутка. И вопрос о барсе и его пятнах тоже звучит нелепо. Но так же нелепо, и так же смешно, звучит вопрос о том, чтобы мы, имея плотское сердце, соблюдали закон Божий. В 7-ой главе послания к римлянам Павел говорит «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но что бы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, я не могу сделать доброе, для меня это невозможно. Но я могу попросить Иисуса изменить меня. Я могу взирать на Него и через веру, Бог сделает для меня то, что я сам не в силах сделать для себя.» В 24-ом стихе послания Иуды сказано «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости.» Говорится ли в этом стихе о том, что мы сами можем соблюсти себя от падения? Нет, там об этом не сказано. Там сказано «Могущему же соблюсти вас от падения.» Он может это сделать. И мы можем это сделать, когда мы будем взирать на Него и верить, что Он может это сделать. Послание к римлянам 7-ая глава стих 24-ый «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим.» Цитата из книги «Нагорная проповедь Христа» здесь написано «Поскольку закон Божий совершен и следовательно не изменен, грешному человеку невозможно своими силами исполнить Его требования. Вы услышали это? Невозможно своими силами исполнить Его требования. Вот почему явился Иисус, наш Искупитель. Его миссия заключалась в том, чтобы привести людей в гармонию с принципами небесного закона, сделав их причастниками Божественного естества.» Когда мы оставляем наши грехи, принимаем Христа как нашего Спасителя, этим возвышается закон. Апостол Павел спрашивает «Итак мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем.» Я хочу сейчас прочесть одну из моих самых любимых цитат из Духа Пророчества из книги «Желание веков». Эта цитата находится на девяносто восьмой странице этой книги. Здесь написано «Рождение сына Захарии, так же как рождение сына Авраама и сына Марии, должно было открыть великую духовную истину.» Итак, рождение Иоанна Крестителя призвано было открыть нам великую духовную истину. Какой же духовной истине нас призвано научить рождение на Крестителя? И так же рождение Исаака, и так же рождение Марии и Иисуса. Какую великую духовную истину эти события призваны открыть нам? А теперь послушайте ответ. «Истину, которую мы медленно усваиваем и быстро забываем. Сами по себе мы ничего не можем делать доброго, но то, что не подвластно нам, будет сотворено силой Господней в каждой смиренной и искренно верующей душе.» Итак, в чем заключается наша работа, друзья? Какова наша работа? Эллен Уайт подробно описывает и отвечает здесь на этот вопрос. Разве наша работа заключается в том, что бы постоянно жаловаться, говоря «Господь, я не могу исполнить того, что Ты требуешь. Это принесет мне вред. Это разрушит всю мою жизнь.» Нам необходимо полностью отдать себя Богу и сказать Ему «Я сам не могу этого сделать Господь, но Ты обещал, что Ты можешь сохранить меня от падения. Ты сможешь сделать все, что Ты наметил в моей жизни. Потому как Ты укрепишь меня. Ты обещаешь Господь, что нет такого искушения, которого я не смог бы преодолеть с Твоей помощью.» Друзья, в таком подчинении, в такой полной беспомощности и верой претендуя на Божье обетование. Знаете, что мы с вами сможем сделать? Мы победим! Мы будем послушны закону Божьему посреди всех этих искушений и испытаний. Именно по вере было дано дитя обетование. Только посредством веры зарождается духовная жизнь и мы становимся способными совершать праведные поступки. И это именно тот вопрос, который открывает Павел в 9-10 главах своего послания к римлянам. Иудеи пытались совершить невозможное. Это безумие, когда греховный, плотской человек пытается своей собственной силой соблюсти совершенный и праведный закон Божий. Это просто смешно. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И когда Иисус пришел и сказал им о том, что они своей силой не смогут соблюсти закон Божий, то они убили его. Не говори нам, что нашего соблюдения субботы недостаточно для спасения, кричали они. Даже и не говори нам о том, что принесенных нами десятин нашего соблюдения законов здоровья и того как мы соблюдаем реформу одежды, всего этого недостаточно для спасения. Даже не говори нам об этом. Мы делаем даже больше, перекрывая своим соблюдением все Божьи требования. И мы направляемся прямо на небо. Но Иисус сказал, что гнев, похоть, нетерпимость, грубость, которые исходят из сердца человека, они отрезают любого человека, от Царства Божьего. И последняя часть контекста того что Павел пишет в послании к римлянам 10-й главе с 1-го по 3-й стихи звучит так. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей». Какую праведность они не разумели? Они знали закон Божий. Но чего они никак не могли понять? Праведность Божью. Рой, совершенно верно ты сказал, вместо того чтобы надеяться на Бога, в том что они не могли сделать сами, они все время пытались поставить собственную праведность. И они в итоге не покорились праведности Божией. Вот в чем состояла их проблема. Вот в чем проблема, друзья. Иудеи времен Христа пытались установить свою собственную праведность, применяя закон только ко внешним действиям. Они не хотели применять закон к своим мыслям и чувствам. Это то, что говорил Павел, вспоминая то, когда он был фарисеем. Он писал «я жил некогда без закона». И почему Павел пишет, что он жил некогда без закона? Потому как будучи фарисеем, он оценивал только свои внешние поступки, чтобы каждый мог видеть какой Павел праведный. Но когда он понял, что закон касается еще и того, что происходит в сердце, то он дальше здесь пишет. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. До тех пор, пока иудеи применяли закон Божий только к своим внешним поступкам, в своем религиозном опыте, они чувствовали себя в полной безопасности. Подобно фарисею из притчи они молились. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Заметьте, все что он перечисляет здесь касается внешних поступков его жизни. Они не применяли это к своему высокомерному, хвастливому и отвратительному внутреннему миру. И когда Иисус предложил им внутреннюю праведность, то адвентисты седьмого дня того времени убили его. Они считали, что их собственных усилий было совершенно достаточно, и что они и так сами по себе достаточно праведны. Применяя закон Божий только ко внешним действиям они пытались совершить невозможное. Потому что только через веру во Христа мы можем быть полностью послушны закону Божьему. Единственная защита от зла – Христос, живущий в сердце, по вере в его праведность. Это была цитата из книги «Желания веков» со страницы 323. Вот что пытается донести в 10 главе своего послания к римлянам Павел. Выражение «Конец закона Христос говорит о праведности тех, кто имеет веру в Него. Его. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливая поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Я благодарен Богу сегодня. За то, что мы все можем заглянуть в свое сердце. И я благодарен Богу за то, что те кто переживут этот опыт и позволят Христу помочь им в их сражении со грехом, эти люди однажды в ответ получат обильное излитие раннего дождя Святого Духа, и затем они получат и поздний дождь, когда он будет изливаться на эту землю. Так давайте же, друзья, полностью подчиним себя Христу, чтобы никто из нас не был в числе погибших. Давайте скажем, Господь не я, но Ты. Ты сам управляй мной. Ты сам контролируй меня. Стань правителем моего сердца. Аминь. Бог наделил нас необходимым количеством жизненной силы. Он также создал нас с органами, подходящими для поддержания различных жизненных функций. Творец задумал и устроил так, чтобы эти органы действовали в гармонии друг с другом. Если мы рационально расходуем жизненную энергию и правильно обходимся с этим хрупким механизмом, то в результате сохраним здоровье. Но если жизненные силы слишком быстро иссякают, нервная система заимствует силы из своих запасных ресурсов, то когда нарушается работа одного органа, это оказывает влияние на все наше тело. Болезнь никогда не приходит без причины. Пренебрежение законами здоровья готовит путь для болезни. Несомненно, многие страдают, неся последствия греховного образа жизни своих родителей, хотя они и не несут ответственности за то, что делали их родители, тем не менее, они обязаны выяснить, что является нарушением законов здоровья. Им следует избегать дурных привычек своих родителей и, ведя правильный образ жизни, создать для себя лучшие условия. Мы рекомендуем вам интересную книгу, которая называется «Законы здоровья». Эта книга была написана в 19 веке, но как только вы начнете считать эту книгу, вы почувствуете как будто она была написана совсем недавно. В этой книге вы найдете простые рекомендации о том, как в нашем беспокойном мире сохранить физическое и духовное здоровье. Ссылку на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к этому видео.